Если мы возьмем такой кусочек, он тоже красивый. Вот сейчас я полью водой и покажу, как она будет выглядеть, насколько она будет яркой и красивой уже в финале. А называется это здесь камни все по-разному, да? Конечно, это все камни имеют, естественно, свое месторождение, свое месторождение в разных странах, в разных карьерах. Компания Камп была основана в 2011 году. За это время пройден путь от небольшой мануфактуры до серьезного предприятия. Сейчас здесь продолжается работа над иконой Святой Троицы. Это подарок жителям города Раменское. Мы решили сделать вот такой подарок городу. Мне очень нравятся идеи и понравилось, что наш парк весь реконструирует. Я сам живу в этом городе, сам туда с детками своими хожу. И видел источник до того момента, когда его начали реконструировать. Вместе со строителями парка мы туда подъехали, посмотрели. Там существующая икона, она очень такая маленькая, низкая. Она сделана в другой технике, в другой мозаике. Мы решили не убирать ту икону. Мы ее прислоним и закроем, чтобы сохранить. Вдруг когда-нибудь кто-то ее снимет и откроет. А мы крепление продумаем таким образом, чтобы ее можно было, если нужно, демонтировать. Потому что это картина, это произведение искусства. Технологический процесс изготовления иконы очень сложный. Сначала художники вручную рисуют изображение. Затем оно переносится в графическую форму и разбивается по разным камням и цветам. Детали режутся, склеиваются и полируются. Икона выполнена в технике флорентийской мозаикой. Данная технология является древняя. Мы ее усовершенствовали. Используем не ручную резку, а стоноги до абразивной резки, которая по струю воды, сильное давление и добавление абразивного песка, вырезая детали любой формы, в любых количествах. И собираем дальше мозаику, как пазл. Склеивается, полируется и получается готовое изделие. При создании иконы Святой Троицы используются камни со всего мира. Это более 50 видов. Для нас это картина. И она уже имеет свою художественную ценность. После того, как мы ее смонтируем, обязательно будет освещение. Любая вещь, даже нательный крестик, который мы носим, без освещения не имеет этой сакральной своей ценности. После монтажа икона будет еще обрамлена и киотом из известняка, из нашего подмосковного. После освещения она станет уже святой иконой. Сотрудники предприятия КАМ планируют установить икону в городском парке к светлому Христову Воскресенью. Игорь Чернышев, Ольга Скрябина, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».